В Каспийске на территории береговой зоны для комфортной среды горожан была проведена деревянная дорожка. Теперь люди с УВЗ и мамы с колясками спокойно могут передвигаться до берега моря и обратно. И вот у нас нашелся наш каспийчанин, предприниматель, который сам вызвался и сказал, я вам сделаю дорожку. Вот на сегодня у нас эта дорожка сделана, сделаны площадки, где могут инвалиды подъехать, оставить коляски и купаться в море. Это, ну я считаю, это большое достижение и тем более на таком большом пляже. По словам Светланы Багмет, на сегодняшний день с улицы Ленина, 37 и до береговой и парковой зон колясочники спокойно могут прогуливаться, так как на данной территории нет никаких преград и доступная среда практически полностью обустроена. Можно доступно, хорошо пройти, мало того, что сюда и до моря, и еще можно пройти по всей набережной до родины. То есть мы охватываем локацию почти всего города. Вот здесь сколько? Три километра, наверное, получится. Это огромное достижение, я считаю, в нашем городе. Доступная среда в городе улучшается благодаря неравнодушным жителям, отмечает Светлана Багмет. Ведь немалый вклад в развитие комфортной среды вложили и меценаты. Я увлекаюсь морскими видами спорта и от актива группы кайтеров, вот, кстати, они вот здесь окатаются, серферов. Мы услышали о проблеме, которую озвучили общественники, так как я с ними тоже общаюсь. Я предложил свои услуги для того, чтобы продолжить этот пандус. И сделали эту работу в апреле, как они и просили. Мамы с колясками, инвалиды пользуются очень довольны. Кроме того, на сегодняшний день в Каспийске осталось множество общественных зон, которые, несомненно, нуждаются в незамедлительном обустройстве. Под доступную среду, отмечают респонденты. Например, у нас много есть разных пляжей. Большой, малый пляж. И там тоже такие дорожки для людей с ограниченными возможностями, чтобы там тоже провели. И также у нас и по городу большая проблема с пандусами. Например, Ильяшенко. Буквально недавно я там был. Много есть разных предпринимателей там. Также возле прокуратуры, также много разных супермаркетов. Общественники нашего города и администрация также обращаются к предпринимателям, чтобы они приводили в порядок зону, прилегающую к их территориям в соответствии с нормами.